Очень интересный, профессиональный, и вы из этой его последовательности пришли на самый приезд. Я думаю, что он с ними обсуждал это так же, потому что Саудовская Аравия, я думаю, что там я просто вкратце говорю, это много там, там, уситый участвует, это Саудовская Аравия, это цены на нефть, это много всего, он должен был с ними это обсудить. И когда он с ними это все обсудил и получил от них добро, и договорился с египтянами, тогда прилетел иранец и сказал, все, добро есть, давай дали на Израиль. А как дали, чем дали? И вот они придумали, потому что тут один день, 4, 5, 7, между 7 и 8, между 5 и 7, 6 декабря пропущены, 6 декабря они придумывают эту схему. И когда они придумали эту схему, 7 декабря прилетает иранец, прилетает президент Ирана в Россию. И Путин, ну, выкладывает это предложение, что, мол, это должно сработать так. И 8 декабря он звонит на Таньяк. 9, 10 декабря у вас массовая задача военных террористов. Но у вас одна проблема или полпроблемы решено, то создается новая проблема. Новая проблема, что вы с ними теперь будете делать. 500 с чем-то хамасовцев у вас в тюрьмах. Учить, учить, платить. В тюрьму переполнить? Да. Значит, вам надо. Я разговаривал с прокурором в военном Израиле. И он сказал, не знаю. Я не знаю, что мы с ним. Нету такого решения. Некоторых, может быть, введем в смертную казнь и казним. А некоторых, наверное, отпустим. Ничего не сможем сделать. Поэтому это, конечно же, одна проблема за другой. Но, как вы знаете, у израильтяне под такими, да, такие проблемы вы функционируете лучше, чем когда это нет. И вы расслаблены себя ведете. Как и весь остальной мир. Но, опять же, проблема не уйдет, пока мир не перестанет финансировать их. Не перестанет финансировать их. Еще одна финансовая схема есть. Трамп говорит, как он закончит войну. Он говорит, что я опять буду цены на нефть, как они были при мне. Потому что я разрешу добычу нефти. Как и я разрешу добычу, и газа. То есть нефть при мне была 35-40 долларов за баррель. Сейчас она 100 долларов за баррель. То есть, когда нефть такой цены, то Россия, Иран, Генезуэлла, они могут воевать до бесконечности. Они зарабатывают на этом огромные деньги. И ничего по этому поводу сделать нельзя. Почему у нас, в первый же день, придя к власти, запретил добычу нефти. И в этот же день снял санкции с северного потока и наложил санкции на наш северный поток, в Кистон-Стейк, и цены на нефть взлетели. В основном, я так считаю, что здесь многое упирается в нефть, в цены на нефть. Особенно для России, Генезуэлла и Ирана эта жизнь не важна. Советский Союз должен был развалиться в 1972 году. Но случилась война здесь, в которой Советский Союз тоже подогревал цены на нефть взлетели, и Советский Союз был спасен. И то же самое происходит постоянно. Как только начинают падать цены на нефть, и Россия, Генезуэлла и Иран начинают дышать, кислород им перекрывают таким образом. Посмотрите, что в Израиле что-то произойдет. Когда власти Соединенных Штатов Америки и Европы этому подыгрывают, вы понимаете, кто ваши друзья, кто ваши враги. Сегодня мир не делится на границе, на национальности, на религии. Сегодня мир делится на вот этих глобалистов-социалистов и на вот этих ненавистных нам, всем капиталистов, которые, те, которые хотят перемешаться, те, которые, как Венгрия, как Польша, как Израиль, которые хотят отделиться от этих тракодилов. Говорят, не получается нам с ними жить, не получается нам всем держаться за руки и петь, и двоя. Такая ситуация. Можно вопрос? Да, конечно. Юр, сделал вот в чем. Стать, когда стаж. Его... Нет, это все понятно. Лейтенант Пиджак должен стоять, когда говорит капитан первого ранга. Юрий Гемельфард, канал Нью-Рашворт. Юр. Ой, старый, да, мы, наверное, с ним... Сколько лет мы с тобой? Ой, да многие столько не живут. Много лет, да, но один из первых, с кем я был знаком в этом нехорошем бизнесе. Так вот, вопрос такой. Начиная с 9 декабря, еминские хуситы, извините, это не я придумал, это они сами так себя называют, они уже вот на сегодняшний день атаковали 17-е судно. Возможно, Майданным старели, вполне возможно, что их больше. В Красном море находится авианосно-ударная группировка во главе с авианосцем Дуайферсенхауэр. Я напомню, что такое Бабыль-Мандепский пролив. Это один из восьми ключевых морских коридоров. Наряду с Панамским каналом, Гибралтаром, Ла-Манш, пролив Босфор, Суэцкий канал, Бабыль-Мандепский пролив, Армурский пролив и Маупский пролив. Любое перекрытие любого из этих морских коридоров это примерно то же самое, что взорвать атомную бомбу. Я напомню, что 20 ноября 2021 года супертанкер какой-то там перегородил Суэцкий канал из-за ошибок в навигации. Неделю спасатели его вытаскивали. Это обходилось мировой экономике в 9,6 миллиарда долларов в день. Перекрытие Бабыль-Мандепского пролива это по сути дела перекрытие Суэцкого канала. То есть это 19 миллиардов долларов в день. Я задаю вопрос. Зачем там плавает авианосная ударная группировка? Юра, ты морской офицер. Я умышленно употребил слово, оскорбительный термин. Плавает, потому что, как говорят моряки, плавает соответствующая субстанция в проруби, которая туда доставляется по трубам. Это слово из пяти букв, и это не нефть. Но она ничего не делает. Что такое авианосная ударная группировка? 90 самолетов на авианосце. Запас самолета вылетов 20. То есть 1800 самолетов вылетов. Это больше, чем англо-американская авиация нанесла с 13 по 15 февраля 1945 года по Дрездену, превратив его в лунный пейзаж. Плюс там ракетный крейсер класса Тикандерога, плюс два эсминца класса Дефендер, плюс подводная лодка класса Огайя. Что они там делают? Почему не атакуют хуситов? Там и американский бизнес страдает. В чем дело? Спасибо. Что не теряешь на ты. Ну, во-первых, я... Сколько тебе сказал денег терять? 19 миллиардов. 19 миллиардов. 9,6 миллиардов долларов терял мир за каждый день простоя Суэцкого канала. Когда вот этот вот Энрон... Эверглин. Или Эверглин. Эверглин. Он перегородил Суэцкий канал. Но это были ошибки навигации. Смотри, у меня столько денег нет. Аналогично. Я не смогу это перекрыть. Но это дороже... Я почему такой возмущенный вопрос задаю? Это дороже, чем нахождение одной авианосно-ударной группировки в Красном море. Но что это такое? Это американский бизнес страдает. Сколько стоит нахождение одной авианосной группировки в Красном море? Не миллиардами долларов это измеряется. Это измеряется десятками миллионов долларов. Но это сложно. Потому что она все равно должна где-то стоять. Нет. Все равно она за... Все равно матросы оплачиваются. Если она будет стоять в Абелике, то она будет стоять тоже самое. Ну и потом все равно у нас маневры заплатированы. Такие вещи. Еще туда идет десантный корабль. Большие десантные корабли с вертолетами. Плюс туда прибыл британский ракетоносец и французский ракетоносец. Но! Гуситы продолжают хулиганировать. Кто такие гуситы? Не надо, да, объяснять. Это вообще тоже формирование иранское, которые ираны, они быстро тоже союли. Это... Это стоит... Во-первых, то, что они перекрыли вот этот бабо-мандайский перешейф, и что они... Бабо-мандэпский пролив в переводе означает «Пролив слез». В результате чего, я дополню, идут сюда, в обход Африки, оставляя на траверсе мы с доброй надеждой, что приводит к удорожанию доставки на 35%. Потому что Суэрдский канал тоже из-за этого перекрыт. А когда Суэрдский канал перекрыт... Короче, больше всего денег это стоит... Египту и Иордан. Да. Но, смотрите, тут очень сложно объяснить, что происходит. Почему не разбирается с ними? Ну, спрашивают это. Во-первых, надо подумать, зачем эти авианосцы туда авианосную группу прибыли. Чтобы вам объяснить еще что такое, помимо того, что я его рассказал, что такое авианосная группа. Один авианосец, если он подойдет, допустим, к этому городу, как Хайф, он его может весь осветить, дать достаточно света. Настолько мощный ядерный реактор истает на этих авианосцах. Они могут даже из соленой воды делать пресную воду для среднего города где-то миллион человек. Настолько много силы в этих авианосцах, они могут функционировать как довольно-таки крупные госпиталя. Весаный корабль, который подходит вам еще, это еще и госпиталь, понятно. Поэтому это мощь, это армада. Зачем посылать армаду, спрашивается, воевать с кем? С хамасовцем? Какая бы мощная авианосная группа с хамасовцем, она воевать не может. Речь про хусид. Это не ее. Сейчас это не. Спешите, да. И поэтому они, наверное, пока хусиды тоже. Это не такая уж сила, что нужно там в авианосной группе держать удар. Это можно решить намного меньшими силами. Значит, это многие говорят, что это показывает, что силу Ирана, что, мол, Иран не шалит. С одной стороны, мы поставили туда две авианосные группы, чтобы показать Ирану свою силу. И в этот же момент мы переводим Ирану в 10 миллиардов долларов. Это логично. Погибли наши солдаты из-за обстрелов наших баз в Ираке и в Сирии. И каждый раз, обстоятельства, по нашим кораблям, спрашивают нашу администрацию, господина Принкина, он говорит, мы создаем коалицию. Когда коалиция решит, мы, значит, с хусидами что-то будем делать для хусидов, недостаточно с двух авианосных групп, туда подошли еще и французские корабли, британские корабли, туда подошли еще разные корабли, туда подошли китайские корабли, и к этому, ко всему, чтобы разобраться, можно так сказать, с группой, небольшой группой идиотов. Пираты. Они даже не пираты, они реальные идиоты, у которых они небоеспособные, там, может быть, несколько человек из них что-то петлят в этом. Поэтому я думаю, что это сделано не для этого, и сидят и выжидают, выжидают чего-то. А что они могут очень ожидать? А выжидают они, когда мама доест это все. И когда израильтянов набудет такое давление, они скажут, ну вот мы здесь, все, теперь садитесь, договаривайтесь и уходите из газа. Оставьте это все. Я так думаю, я не знаю. Но я думаю, потому что я не вижу никакой причины, чтобы такие армады стояли там, чтобы воевать с Гуситором. Иранцам, может быть, с Ираном, когда зачем мы Ирану дадим такие миллиарды и миллиарды долларов, которые мы прекрасно понимаем, что это будут идти этим же Гуситором. Ну, по-другому, это еще один момент такой. Это, в общем, очень хорошая система ПВО. Ну, они перехватывают, да, они сбивают какие-то... Прошу простить, для системы ПВО, при всем уважении, как раз и подогнаны эсминцы класса Дефендер, каждый из которых... Я говорю про аэроаносную группу. А, аэроаносная группа, да. Они сбивают, но ответа никакого нет. Было несколько обстрелов, какие-то там сарары разбили, причем президент Байкин очень гордо сказал, что никто не погиб, никто из людей не пострадал, то есть какие-то разбили, что значит, что ответа нет. Опять же, сравниваем с прошлой администрацией. Сулеймани убили. Только как он появился один, он же не один, не появлялся, это его охрана была. То есть, или охрана, потому что они убили в чистое поле, его сразу накрыли. Албагдани убили. 500 вагнеровцев. Убиты. И никакой эскалации нет. Это лидерство. Пока мы имеем лидеров, таких как Черчилль, таких как Голден Мейер, таких как Грейген, таких как Маргарет Тэтчер, таких как Трамп, в мире более не менее порядок. Только у нас лидеры в Европе и в Америке появляются такие, которые не могут решить, каким туалетом пользуются, женские малышки или рюшкины. Мы имеем войны везде. Мы имеем напряжение в Израиле, в Украине война кровопролитная идет. Еще неизвестно, что с этой стороной будет. Мы имеем Тайвань, который сидит и дрожит. Мы имеем Косово, мы имеем Армению и Азербайджан, мы имеем сейчас Гаяну с Венезуэлой. И наверняка еще много чего другого. Те же Косит и так далее. И та же Ромала. Поэтому то, что посылаются эти авиационные группы, это доктрина у нас такая. Это даже, может быть, не зависит от Белого дома. То есть это рефлексивная такая реакция. Ну, туда, допустим, как, ну, там, то, что я знаю. Если, допустим, россияне или советские передвигали эту ядерную ракету сюда, мы передвигали нашу туда. Это происходило автоматически. То есть, когда 11 сентября в Америке случилось, мы повысили боеготовность номер один в Америке вооруженных сил. И все сразу выводили свои базы. В России автоматически должно случиться то же самое. Они тоже должны сразу объявить. Это был действие. Да, это был действие. Ты не ждешь решения откуда-то сверху. Это автоматически должно быть. Почему тогда Путин позвонил в уши и сказал, мы не будем этого делать. Я приказал отставить не поднимать нашу готовность на 2 уровня выше. Тогда он такое показал жестовое проявление. Ты что? Вот такой хороший человек. Поэтому, когда что-то такое происходит, это может быть, что без решения даже Белого дома произошло, потому что командиры отдали приказ, потому что у нас по протоколу это то, что они должны сделать. То, что они ничего там сделать не могут, это другое дело. Да, они собьют несколько ракет, может быть, даже все ракеты, которые летят, но ответа нет. Ответа нет. Это все видят. Это Китай видит, это все остальные видят. То есть ответ есть, но ответ в обратную сторону. То есть Израилю, Израилю надо что-то сделать, или Украине надо сесть за стол переговоров, потому что уже дальше, все, у вас нет выхода. Где вы сказали про финансирование России, финансируют Иран, где Катар, а где Китай? А я думаю, что Китай и так, я не знаю, я не думаю, что там есть китайские деньги. Китай скупает все, это да, они скупают все интересы, в Африке, в Израиле, на Ближнем Востоке, в Израиле, в Америке, у нас все университеты скуплены на китайских грантах. То есть Китай как бы стоит в стороне, и ждет, пока мы уберемся друг с другом. Пока что скупают нас задерживаю. Скажи, пожалуйста, твое мнение, когда мы наблюдали на тактическом уровне, на оперативном уровне, действия Хамаса 7 числа, мне вечно было совершенно понятно, что Хамас не в состоянии планировать операции такого уровня самостоятельно. и напрашивается, что за этим кто-то стоял на уровне подготовки личного состава, или подготовки тех, кто готовил личный состав. Ну, ведь два естественных адреса, либо Москва, либо Тегеран. Твое мнение, это Москва, это Тегеран, или ты считаешь, что они самостоятельно на это смотрят? Нет, у каждого профессия, я уверен, что Давид может определить, какой-нибудь там дизайн, Акча, это Рукача, это Чей Стиль. Я не смею, кто-то поет, но вы думаете, что такая же, что искать, конечно, это стиль, или школа советская, русская. То есть, каковались русские? Ну, идет такая рассказ, что когда израильтяне зашли в одну туннель, сказали, сдавайтесь, они сказали, русские не сдаются. Поэтому... Тешу, тешу. Я там где-то шутки, это мягкая. Да, но видеосъемки с русскими словами при переходе на лице, это не шутки. Это не шутки, да, но опять же, это... То есть, я считаю, что профессиональный почерк четко указывает... профессиональный почерк это КГБшное дело. Ко Иларионову, но они даже в форуме шарикующие. Ко Иларионову был стрим вот по 7 число. Через неделю, я не помню, у кого он был на YouTube, он сказал, что это была подготовка групп, это было... русские спутники были повернуты на газу, и... были автоматы новые, демодернизированные АКМ-100 Калашникова, которые с разрывными пулями... Ну, у них и корнеты откуда-то появились... То есть, это... опять же, если... это же не просто... А восьмого начался перенка, и все забыли про оты. Ну, да, это понятно, что ничего нового нету. А? В корнетах ничего нового нету, это уже десятки лет, но на карте. В 87-й год первый раз он был поставлен на первую верификацию. Я вам скажу, что этому не являться не надо. опять посмотрим, откуда и почему это произошло. Откуда у них появилось такое оружие? Как оно туда проникло? Это будет работа вашей контрразведки, которой придется с этим долго разбираться. Но! Если посмотреть, а что произошло не так давно, надо просто обратно. Мы все время хотим услышать будущее. А вот что вы думаете будет следующее? Что вы будете думать... Я не знаю, кто из вас смотрит мои программы, я не предсказатель, я не всевидящий. Просто достаточно здесь вот этих, которых вас кормят с веслом будущем. Люди любят это смотреть, им это приятно. А надо смотреть назад, надо посмотреть назад, что привело к этому. А давайте посмотрим, как они могли получить оружие от России. А вы не помните, недавно был обмен? Обменяли американку баскетболисту-наркоману. А на дилера как продажи на бута. А почему они обменяли на бута? Потому что бут имел связи, потому что у русских заканчивается оружие. Им нужно оружие. И... что они там продают? Без шефа. Алик, положи на место ты это сломаешь. Как в Украине и труботами торгуют. Они поменяли на бута. Почему? Потому что у них заканчивается оружие, а бут знает, где можно закупить. Бут знает, у него связи же остались все эти, со всеми этими бандитами. И я на сто процентов уверен, что у него также связи и с Хамасом, и с Було, и с Ираном, и со всеми остальными. И он занимается вот этим бешертом, меняя шило на мыло. Иран даст им это, он даст хуситам, ракеты, и так далее, и так далее. Это... Он дилер. Он тот, который имеет все эти связи, которые остались. Зачем обменивать? Если бы ее поймали в Америке, с этим, ее бы тоже посадили. Так что она сидела по делам. А там также сидел морской пехотинец американский, там же сидел дипломат американский. Почему на них не обменяли? Ничего не было. Нет. Потому что русские не хотели отдавать этих ценных людей. отдали то, что не нужно. А получили очень ценное назад. То есть при этой администрации я хочу сказать, это не наши друзья. Люди, которые этого не понимают, разговаривайте с Венером на письме. Это должно понимать американцев. А? Что толку, что мы это понимаем? Это должны понимать американцы. Это должны все понимать. Это должны все понимать. Поэтому перед американцами многие заигрывают, не понимая, что они вредят себя таким образом. Но это не перед американцами. Галиш, кого вы подразумеваете под американцами? Смотрите, у вас выборы в принципе как у нас 50-50. 50%. 50% американцев не понимают, что происходит. Или не хотят понимать? Ну, большинство людей не имеют такой возможности. Они работают, у них есть учатся, у них есть дети, родители, заботы. А они включительный телевизор. Мы послушали, и вот то, что они там услышали, это есть право. В телевизоре же не будут врать. Или посмотрели телефон там и написали это. А те, которые и это создают хайп, это создают вещи, которые так просто. у нас в университетах 50% студентов считают, что Израиль должна быть повезти, да, дать повезти. Вот это следующий вопрос задать. Вот скажи, пожалуйста, ситуация, например, при которой мы понимаем сейчас, что Катар и некоторые другие силы целенаправленно финансировали последние минимум 20-летия академические программы, которые полностью видоизменили по крайней мере с точки зрения общественных и университетов наук атмосферу академическую ведущих университетов США. То есть это совершенно конкретные проплаченные программы, это была стратегическая задача и она уменьшалась с успехом 90%. 13 миллиардов долларов за 200 вузов Америки. Почему по-твоему аналогичные действия не принимали ведущие ну я не хочу вам оскорбительных слов ну допустим толстосумы Америки еврейского происхождения либо они не понимали что есть такая угроза либо они не считали что это противоречит их интересам либо они не считали что это контрмеры ну как бы правильные принимать но то что еврейские деньги не играли здесь антиигру мы сегодня это видим по результатам почему этого не происхождения наоборот еврейские деньги играли на вот эти все либеральные трехсельевые идеологии послушайте Сукинберг самые большие доноры это максимум один сорос чего стоит это еврейские деньги я не знаю не еврейские это за то что обвинили маска тогда он сказал по-моему вы сами себе вредите когда вы оплачиваете это его обвинили в антисемитизме хотя наверное это и есть то что он сказал правда но почему-то у нас есть такая вот социалистическая не во всех 70% было 80 сейчас 70% евреев все равно остаются в демократической партии они традиционно находятся там хотя если посмотреть на сегодняшнюю демократическую партию у нас там больше антисемитов чем где-либо в другом месте и опять же демократическая партия таким образом попала и попали в такой просад потому что если они будут за Израиль это плохо для них а если они будут против Израиля это тоже плохо для них в этом случае республиканская партия более организована поэтому демократической партии хочется чтобы все голосовали в одном пакете за Израиль за Украину за Тайвань за Гаяну и за Косово и за Стену и за все вместе и за Палестину 10 миллиардов в Украине и 10 миллиардов в Палестине они хотят чтобы все потому что они тогда могут сказать если к ним будет какая-то претензия они могут сказать приходят евреи евреи это еще ничего а вы евангелисты у нас самые злотные сионисты они придут и скажут что это вы с Палестиной проголосовали за Украину или еще как я проголосовал за Израиль ты сейчас очень сказал интересную цифру то есть ты хочешь сказать что Палестина и Украина получают равное финансирование то есть это для Украины очень хорошая новость то есть палестинцы крадут больше денег чем украинцы значит коррупция в Украине это не дно есть еще как бы не коррупция одинаково украина больше чем Палестин Дело все в том что Почему я говорю почему они а республиканцы из-за этого хотят чтобы разделили Но продается это то что республиканцы против помощи Израилю против помощи украине не понятно как люди это воспринимают почему это разделят все пакеты то хвой-то пакет будет утвержденным Нет, потому что они говорят, что все пакеты утвердимы, просто теперь будет видно, кто за что проголосовал. И тогда конгрессмена Нью-Йорка, он проголосует за Палестину, он потеряет евреев и евангелистов, он проголосует за Израиль, он потеряет мусульмана, арабов и всех этих сумасшедших, которые было в Палестине, которые машут этим флагом. И ему невыгодно это, потому что он потеряет половину своих избирателей. У республиканцев это более четко прописано, не за Израиль, а не за Украину. Вы проголосуете так. Мы упомянули Украину, в этой связи хочу тебе передать дилетов Виктора Слебинского и его молодой команды. Спасибо. Поэтому такая вот у нас ситуация после действия, что опять же у израильтян сейчас очень сложная ситуация с заложниками. Я сейчас был в 9-м канале, они меня спрашивали, потому что я участвовал в освобождении заложников. Но все равно у меня такого опыта, как у израильтян нет, но тот опыт, что я имею, что при освобождении заложников хорошего решения нет. Все решения плохие. Нет ни одного хорошего решения при освобождении заложников. Последнее, наверное, было это НТ, после чего я захотел стать десантником, после этого, после этого, что произошло. Поэтому ситуация сложная и, я не знаю, к счастью или к сожалению, Израиль и Украина связаны с этой ситуацией. Потому что многие растут из одного и того же места, но многие израильтяне испытывают неприязнь, что кушать не могут, а украинцы к Израилю, потому что сейчас в Украине началось это движение. Кто виноват, оказывается, а уже нет, оказывается, того нет. Оказывается, русских они отодвинуть не могут, нечем. Если раньше они благодарили Байдена за всю вот этих всех, кто упоюкивал, успокаивал, что все хорошо, все есть, не слушайте этих евреев, не слушайте этих терапистов, то сегодня они говорят, что виноваты американцы. То есть раньше они благодарили Байдена за всю помощь, когда выяснилось, что Байден ничего не дал, это была манта, виноваты американцы. Вот так идет игра. Но американцев тоже как бы боеваются. Ну кого? Ну тогда надо, наверное, израильтян. Вот у них начинают всплывать эти уроды в телевидении, которые они подготавливали как героев. Эти уроды начинают вещать. И в любой другой цивилизованной стране им бы никто не подошел больше. И в мидии, и в экране не пустянули. У Юры не фарбы, и у меня есть. Сначала у нас вдвоем было вместе, просто этого Светана. Потом он сделал отдельно, я сделал и отдельно про него. Ну и люди пишут. Ну что ты пристал к одному человеку? Что ты пристал к этому одному? Он не один. Дело все в том, что это не о нем. Это то, почему его все каналы продолжают приглашать. Длинноват, Юр. Почему? На самом деле, согласно последним соцопросам, в Украине 1% антисемитов. Это самая про израильская страна. Сложно. Но... Но... Я позволю ремарку здесь. В силу того, что я был на сегодняшний день единственным израильским офицером, который отреагировал в очень резкой эмоциональной форме на заявление Светана в публичном медиапространстве до сегодняшнего дня. Ну, мне-то крайне неизвестно. Среди израильских офицеров были еще подобные реакции. То есть многие промолчали тогда, когда была вот эта вот история про сдачу. Кстати, я считаю, ты записал блестящий просто стрим, вот этот просто Коля Колот. Просто на одном текане и посмотрел, настолько все аргументировано, подведено. У меня не было просто, знаешь, эмоции зашкаливания. Не было вот этого запаса времени. Я выдал очень эмоциональную реакцию. Ну и после этого мне объяснили в Украине, как на дороге любить украинцев. После этого меня откровенно стали намного реже звать на украинские ресурсы. Откровенно, я почувствовал. Ну, процентов на 70 реже. И у меня где такой вопрос тогда? А по твоему мнению? Ну, ты это как бы заявляешь открыто, что за Светаном кто-то стоит. А кто по твоему мнению стоит? Ну, а дело все в том, что некоторые говорят, что за ним стоит заложный. Но я не верю в это. Заложный. Да. Позвольте я отвечу на этот вопрос. Я был бы рад. Я отвечу с профессиональной точки зрения, как журналист. Дело вот в чем. Юра абсолютно прав, что раскрутила его Юля Латынина. Она на этом получила много лайков и просмотров. А это деньги. Но, дело в том, что, к сожалению, за рядом СМИ в Украине стоят бизнесмены, которым на Украину положить с прибором и им важны только лайки и просмотры. А это миллионы. Вам назвать фамилию? Да. Пожалуйста. Владелец Киевпост. Вы знаете, кто это? Я знаю. Аднан Киван. Аднан Киван. Аднан Киван, который учился в Одессе после… на деньги папы Кивана, министра… Да, да, да. Вы меня понимаете. Далее. Аднан Киван. Аднан Киван, он ушел в маклевский бизнес. Потом на него возбудили уголовное дело, господа, это открытые данные, мне достаточно было 10 минут, чтобы все это раскрутить, и я посмотрел внимательно с сайта Киевпост. Там есть такой интересный раздел «Бизнес-публикации», то есть публикации за деньги. Когда человек публикует, а за то, что он опубликовал линк, то бишь ссылку, за это ему идет хорошее денежка. Вам назвать ресурсы, через которые можно, это, Гогетлинкс, например, РУ, пожалуйста, там можно купить и продать ссылки. Бизнес известный. Так вот, именно это издание, оно запустило отвратительный фейк о том, что Россия получила от Израиля технологию производства ланцетов. Именно это издание, оно запустило фейк о том, что Израиль сливает данные на Рамштайне в Москву, и именно ее журналисты, ну ее я имею в виду газеты Киевпост, они задали Бродскому вопрос про ланцеты, отчего у Бродского, извините, случился инфаркт нижней челюсти, но далее интересно происходит. Далее этот фейк тут же подхватывает Олег Жданов, правда потом он извинился, но осадочек остался, и дальше это понеслась, дальше это подхватывает Светан. Теперь следим за мыслью. Светана раскручивает канал 24 новины, Светана раскручивает канал политика, он приносит просмотры. Это абсолютная неразборчивость. Чей канал 24 новины? Ахмедово. Бинго! Ну этот канал меня приглашает, частенько. Правильно. Он меня приглашает. Он меня приглашает. Да, я критикую Светана постоянно, практически когда это умеет. Так вот не Светана надо критиковать, не Светана. Светан мелкий ублюдок. Критиковать надо вот те издания, которые подобного рода вещи публикуют. Светан публикует, Юра правильно сказал в своем ролике, он публикует откровенную галиматью, откровенные фейки. Я гражданская крыса, который не военный человек. И то мне хватает логического мышления понять, откуда он это берет. И с ним что, залужный? Делится информацией, но это же бред. Но не может человек такое знать. С другой стороны, то, что он рассказывает, это, если это правда, это на 30% раскрытие планов Генштаба. Я это слушаю, я понять не могу. Виноваты те, кто его раскручивает, кто раздувает эту медийную кампанию. Хорошо, а целеположение зачем? Деньги. Хорошо, цифры. Вам цифры? Нет, сходу. Просто медийные заработки, заработки на медийном стране. Да, на медийном, значит... Зачем вам в Израиле обсуждать в Украину? А? Зачем вам в Израиле обсуждать в Украину? Он правильно сказал. Я не знаю. Я вот на своих эфирах говорю, ну, ребята, я уже не знаю, что еще должны учемурудить в Кремле для того, чтобы в Израиле наконец поняли, что Россия это враг. Я уже не знаю. А как вы объясняете тот факт, что в Израиле сохраняется Российская посольство? Это враг, и Американская посольство может сохраняться. Это страна, которая финансирует наших врагов? А вот с тем, что делает Израильское посольство, почему израильского МИДа не поступают ноты протеста? Пример, да пожалуйста, август 2022 года. У консульства в Хайфе, я размещал об этом репортаж, у консульства в Хайфе происходит митинг. Он немногочисленный, на нем было человек 50, на котором особое мое внимание обратила, во-первых, импозантная дама, приятная, 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 которая свою речь заявила. После того, как вы разберетесь с Украиной, приезжайте к нам и наведите тут у нас порядок. Замечательно. После нее выступает не менее импозантный молодой человек с бородой. Красавица, красавица, красавица. И заканчивает свою речь словами «Аллах Акбар, Ахмад Сила». Ну, что это такое, я не знаю. Может, он менеджер по продаже чая Ахмад, мне это неизвестно. Замечательно. Почему Израэли Коэн не вручает послу... Я вам хочу сказать, а почему, когда в университете в Хальфе стоит огромная демонстрация студентов с палестинскими флагами, и против них выходит одна девочка с израильским флагом, и бегает вокруг них с этим флагом. А полиция кого забирает в итоге? Вот эту вот девочку. Вот эту девочку. А мальчики продолжают стоять, и девочки с палестинскими флагами. Почему мы ничего не делаем? Мы ждем всю нашу полицию, а наши студенты в Хальфском университете... Почему солдаты, освободившие длинные и низкат, боют шма и сраиль, что это... Да, и освобождают... И погоняются армии. Зачем только... Продолжая вашу мысль, я могу... По поводу солдат я могу ответить. Знаете, тоже есть понятие уместности. Я хочу отметить маленький нюанс. Что помимо иудеев в нашей уральской армии воюет немало мусульман. Есть вопрос уместности. Я не знаю, если бы я зашел в эту мечеть, я бы не стал это делать. Извините... А я заходил в пару мечетей в своей жизни. Скажите, а стирать, заставить солдат в газе стирать надписи, которые они написали... Это разные вещи. Я, конечно, ответил по поводу мечети. Потому что у нас в армии есть солдаты мусульмане, которые воюют вместе с евреями. Хорошо, тогда вопрос. Тогда вопрос. Нельзя печь ма и сраиль в газе, можно? Я вам говорю об уместности. Я считаю, что это неуместно. Хорошо, неуместно. Тогда вопрос. Вопрос. Вот недавно на Западном берегу, значит, два турецких журналиста под камерой начали устраивать провокацию по отношению к Магавнику. Журналистов двое, Магавников четверо. Они знают, что ничего им за это не будет. Устраивают провокацию. Что сделали Магавники? Дали им в табло. Весомо, грубо, зримо. Сейчас идет разбирательство в отношении Магавников. Магавникам ничего не будет. Там 80% грузов и ничего не будет. Магавникам ничего не будет, во-первых. Во-первых, во-вторых, я бы на месте этих Магавников собрал бы указательную базу и лишил бы этих журналистов кандидатации. Гарри, у меня вот такой вопрос. Мы вот сейчас смотрим мир в разгаре Третьей мировой войны. Единственная страна, которая, в общем-то, может производить оружие, это Соединенные Штаты. Все остальные, Европа, они все решают, ЕС, собрания, когда, сколько, какой закон надо принять, чтобы они начали производить оружие. В это время сидит Иран, сидит Россия, которая переводит свою промышленность всю на военные рельсы. Сидит Китай, который вооружается со страшной силой. Мы все вокруг сидим, Европа, Израиль, Украина. И ждем, пока Америка поставит нам оружие. Как она все это смотрит? Как Америка одна может взять на свои плечи и противостоять против вот этой армады? Огромное количество государств. Огромная армия в Египте. И Ордания вооружается со страшной силой. И современнейшим оружием. Ей поставит Иран. Любое оружие. И Китай. Любое оружие, какое они захотят, если они захотят с нами воевать. Как в этой ситуации мир вообще может находиться? И не стоять на грани, в принципе, горячей войны. Не такой, как у нас на северной границе, с Хизбалой. Тут мы стрельнули, тут мы стрельнули. Ну, я могу ответить, что Америка, Соединенные Штаты могут это сделать, потому что мы это делали. Это сделали во время Второй мировой войны. Мы снабдили весь мир, коалицию оружием. Причем завалили всех. И только оружием, и тушенкой, и пенициллином, и всем остальным. И носками, и что угодно. У нас очень много оружия стоит. По-моему, тоже с Юрой делали программу. У Юры есть у меня, где я покажу, где в пустынях стоит у нас и дофига танков, и хамвиз. У нас сейчас в Европе десятки тысяч хамвиз, которые уже сняты с вооружения. А в Украину мы не можем тысячу дать, сколько там дать, все, где скидываются на вот эти бандерамобили, что мы называемые. И ребята где-то там. Мы сейчас снимем с вооружения, будем снимать F-16. Они сотнями сейчас снимаются. Мы дать никому не можем дать. Скрепт, наверное, внутри какой-то там ничем. Да ничем они начинают секретарь. Опять же, это политическая вода, почему мы говорим. А тут у нас хаймарсы, мы тоже снимаем с вооружения. И у нас тысячи этих хаймарсов стоят в пустыне просто. Они не на колесах, а на гусеницах. Идущие поколения. Почему мы их не можем дать? Почему мы сидим на всем на этом? А эти требуют только деньги. Дайте деньги, дайте деньги. Вам нужны деньги? Вы думаете, вы знаете, это как канализационную трубу в этом доме пробило. И я говорю, да Виндику, да тебе пачку денег, забери туда пачками деньгами. А каждый приходит, берет себе пат на купюре и думает, ничего страшного. И это дерьмо продолжает заливать дом. Когда нужен инструмент, чтобы починить эту пробитую трубу. Оружие есть, и мы можем производить оружие. Это нужно политическая воля. Ну и другие страны тоже. Если Россия может столько оружия снабить, то мы уж точно можем. И наше оружие намного лучше. Особенно, если много оно делается вместе с израильтянами. Но там же есть секретные технологии, которые не хотят, чтобы разрушались. А как вы хотите, тогда зачем вы это делаете? Если вы им не будете воевать, чтобы оно не разглашалось, тогда какой смысл его делать? И дело все в том, что оно все равно не разгласится. Даже если наш дрон кому-то попадет, на боевой дрон, или наш самолет кому-то попадет, они не смогут скопировать. Это больше не механические вещи, это высокие технологии. И просто так их не скопируешь. Это должно... Это так не работает. То есть сама идея, ты делаешь оружие, чтобы оно воевало. И посмотреть, оно работает или не работает. Хотя, если ты сидишь и говоришь, что это очень секретно, как танк Армада, кто его до сих пор не видит, он так секретный, так же секретный. Сами не знают, где оно. Но это тогда бессмысленно. И почему не до этого? Опять же, надо вернуться и смотреть в прошлое. Есть такая вещь, как репутация. Почему люди не хотят держать гривни, а меняют их на доллар? Доллар не обеспечен ни золотом, ничем. Только по одной причине. Репутация. И доллар хорошая репутация. Он 200 лет один и тот же. Но никто не менял ничего и не изменялся. Репутация. И ты смотришь на репутацию этих... То, что происходит. И тогда решаешь. Я не понимаю. Украинцев, я не понимаю. Каналы израильские, где сидят эти все леваки. Смотрим на президента Байдена. В 75-м году весь Сенат проголосовал, что мы выходим из Вьетнама и забираем всех, кто с нами работал, послужил, мы их не оставляем коммунистами. Проголосовал против этого только один Сенат. Молодой Джо Байден. Он считал, что мы зачем не обязаны бросить их там. Пуковский, уважаемый Владимир Пуковский, в своих архивах описывает, где он достал копии, сделал документов из КПСС, коммунистической партии Центрального комитета, где описывается, кто такой Байден, что он приезжает, этот сенатор, который приезжает в Советский Союз, что как он предал и сдал всех диссидентов там. Он сказал, они нам не нужны, вы где-то я так, для внешней политики. То есть он предал диссидентов советских, которые многие из нас, может быть, даже умери, у меня дядя был диссидентом. Может быть, кто-нибудь из вас услышал, Марк Нашкин, и потом мы знаем, что в Бенгазии произошло, когда они бросили, и там побили мои товарищи, их предали, предали там посла. Это все, это команда, это команда Байдена. Потом мы видим, что произошло в Афганистане, когда бросили там людей, бросили американцев. В 36 часов Борис Джонсон не мог дозвониться в Белый дом, понять, что произошло. Более того, передали списки афганцев, которые с нами работали. И вот такая у меня есть программа, которая я сделал про Пайнапл-экспресс, как десантники, мои товарищи, бывшие спецназовцы, полетели туда сами, добровольно, и спасали своих афганских товарищей. И их семьи. Он их предал, он бросил этих людей. Мало того, он передал списки талибанам, кто с нами работал, что, мол, если они будут просить, США отпустить их в Америку нормально, почему украинцы решили, что он им не подставит, почему он их не предаст? Почему израильтяне думают, что Байтон их не предаст? И это... Израильтяне, в общем-то, есть выбор, израильтяне же не определяют, кто и кто, так сказать, они... Определять не надо, но и верить в это не надо, а вот Байтон сказал, вот как вы сидите, говорит, ну, американцы же сказали, американцы же обещали, американцы же должны, кто американцы? Эта администрация, она предательская, она антиамериканская, она дает деньги Ирану. Почему, значит, как и Юра говорит, в Министерстве иностранных дел, и вот наконец-то на Тадьяху, он уже, наверное, понял, что его политическая карьера закончилась, и он уже показал судьбу, показал Аскарову, и Путину, и Байдену. Скажи, пожалуйста. Байдену тоже показал? Да. Скажи, пожалуйста. Что вы не знаете? Нет, ну потому что они ему говорят, что перестань, останови выездить. Ну, есть... Скажи, Билл, скажи мне, пожалуйста, вот когда началась война в Украине, совершенно, на мой взгляд, для меня, по крайней мере, неожиданно, была очень жесткая и первая реакция со стороны Британии на происходивщее там. И я выделил такой тезус, что это впервые, там, за многие десятилетия Британия фармировала повестку завтарного мира по отношению к тому или иному событию, и Америка вынуждена была пристроиться фарватером Британии. Почему, во-первых, Британия, по твоему мнению, залила подобную позицию, и почему позиция Британии, которая, безусловно, намного менее влиятельная государством, чем США, однако, почему позиция Британии все-таки повлияла на позицию США? Я, опять же, не политик, не дипломат. Я сейчас говорил даже в военном отношении. в военном сказали, нам сказали, кому набить можно, мы поехали набили, может быть, это более честная и простая вещь. Я думаю, что, может быть, это, опять же, мое такое субъективное мнение, я думаю, что Великобритания традиционно имеет проблему с Россией, то есть у них века недолюбливание. То есть, опять же, рефлексия, как с обеоносцами на американцев. Ну, какая-то рефлексия у них есть на это и у русских, на юриданцах. Но в основном, я думаю, это Британс показал настоящее лидерство. Он показал, что он лидер в этом мире и что он принимает непопулярные решения, за которые он воплотился, за которые он воплотился, за которые и воплотился трамп, и за которые платим мы даже на нашем уровне, на моем, юриде, на этом микроскопическом вообще лепезодористическом уровне как я в другом-то. И то мы платим за это, какую-то цену. Вы представляете, какую цену должны платить эти великаны, слоны, связываясь и воблезая в драку с этими бесами, с этими уродами, которые потеряли ориентацию. Байден и его окружение, включая Блинкена, включая Салевна, они никогда ничего не делают. Они кроме политики ничего не делают. У них никогда не было бизнеса, они никогда нигде не служили, они никогда нигде не работали. а не профессиональные пиздельники. Виталий, у меня такой вопрос. Вы периодически рассказываете о том, что американцы отключили танки в Египет. Да. Но мы, в принципе, делаем то же самое, потому что и Диас-Амарей, и Газа находятся в пределах Израиля. И наши Апачи, и Кобры отлично летают туда и бомбляют. И никто нас не отключает. Как так получается? Потому что по американскому закону вот в чем обвиняют закончить на ваш вопрос, Египет и Иордания не могут покупать сколько хотят оружия или не сколько. Потому что у нас с ними договор, мы им даем оружие. И вот это почему мы можем и подвечить. Потому что по американскому закону вот в чем обвиняют Трампа. когда я говорю что наш Конгресс проголосовал дать Украине летальное оружие. А Обаму с Байденом наложили на это вето. И только когда пришел Трамп он снял это вето. И тогда Украина получила стингеры, получила джувелины, получила снайперские витоки. Это то же, чем она отбила этот первоначальный на храм, который русский сотник. И меня всегда выпрек говорят да, но он не разрешил им пользоваться в АТО. это не он, он не мог. Потому что наш закон гласит такое, что наше оружие на своей территории против своего народа вы использовать не можете. В Египте они выкатили эти танки против своего народа в столице своей любимой родины. это запрещено в нашем стране. То есть в гражданской войне оружие американское не может. Поэтому в Украине на территории Крыма, на территории Донбасса, это украинская территория, там они сами называют этих людей сепаратистами, то есть это украинцы. Наше оружие использовать нельзя. когда Россия напала на Украину, то есть чужеземная армия зашла, тогда они имеют право защищаться этим оружием и его использовать. Но до сих пор президент Байден не разрешает нашим оружием пользоваться на территории России. То есть наши ракеты не могут залететь на территорию России. Крым под вопросом о нашем оружии. Если ракета вылетает или самолет бьет по Украине с территории России, нашим оружием украинцы не имеют права сбивать его. Это что называется «Rose of Endagement» правило ведения боя. Трамп менял, поменял это правило, а потом они ввели это обратно. Как ты оцениваешь на тактическое оперативное я ответил. Я все-таки не понял. Мы можем пользоваться павлистинцы это ваш народ? Они находятся на территории А это граждане Израиля? Нет. Это территория Израиля? Нет. Мочите их сколько лет. скажи с точки тактической оперативной как ты лично оцениваешь действия израильской армии в Газии на сегодняшний день? Это прекрасно и очень хорошо работает. Я бы так с капелем не вырезал это точечно примерно. Я своих солдат. я бы хотел вопрос вашей дискуссии с полковником Цветанова. Вы упомянули здесь 1% уровня антисемитизма. Это не я упомянул. Это Мешков упомянул. Это не я упомянул. Это я упомянул. Это вы, да. Вы ссылаетесь на Мешкова, на Алиэспрессо 24. я ссылаюсь на данные опроса. Проводила Pew Research Центр организации. Я не знаю, как они формулировали вопрос. Вот смотрите, мы сидим здесь, в Юрусалиме, и три еврея, которые высказывали про Святану свои претензии. Вы знаете, кто в Украине с ним дискутирует в этом поле? Зачем там дискутирует? Сказали его. А я еще раз скажу вопрос. Я говорил, что 1% семитизма в Украину. Я из Украины, я достаточно большой. Кстати, Киевпост, я не упустил момент, когда его продал Захар Мохаммед, владел до последнего времени этим изданием, такой миллиардер украинский, пакистанский. Я не знаю, что там произошло в последнее время. Киевпост считает 0,001% англоязычные газетка вообще ни о чем она. Но что я хочу сказать. Я думаю, что уровень дискутизма в Украине колоссальный. Из того, насколько я понимаю, прожив в этой стране всю свою жизнь и мониторить ситуацию по совершенно другим вопросам. показателем в первую очередь является именно эта дискуссия, которая идет со Светаном. Посмотреть хорошо комментарии в передачах, где выступает Светан, увидеть реакцию. Хотя я не могу анализировать, я не знаю, сколько там годов, как они накручиваются. Вера, у меня к тебе вопрос. Буквально вчера, сегодня меня шокировала информация о том, что 51% американской молодежи в возрасте 18-24 года придерживаются конкретно антисемитских настроений. Чуть-чуть не так. 69% считают, что во всем виноваты евреи. 51% поддерживают лозунг от реки до моря Палестина будет свободна и считают, что Израиль должен быть виноват. Да, это правда. Он не знает, какой море и какая река. Да, это правда. Но в сути этого же антиэдрейское на самом деле больше. Но в других социальных группах, это проводил опрос социологи Гарварда, огромные претензии к Гарварду и к их антисемитскому президенту, но в профессионализме проведения соцопросов, ну, здесь нет к ним претензий. То есть, можно считать, что цифры плюсы не сомнительные. Это репрезентативные цифры. Рептабы, что вы поэтому не думаете? В возрасте от старше ситуация совершенно иная. Только, о господи, 13% поддерживает лозунг от реки до моря. Палестина будет свободной, придерживаются антисемитских взглядов. Здесь как раз я абсолютно согласен с авторами исследований, которые сказали, что почему это делает молодежь, потому что они сидят в ТикТоке, который нашпигован, как ливерная колбаса, антисемитскими этими роликами. Теперь, что касается в отношении того, как реагировали на том же сайте, виноват, не на сайте, на комментарии под тем же роликом Светана, который вот и я привозил и на который Юра ссылался. Там на самом деле накрученные боты определять это как два пальца. Заходите в аккаунт, щелкайте на информацию о канале, он создан накануне. Но, ребята, я не знаю, здесь... Сколько в Украине, как вы, противостоят Светану? Значит, на самом деле именно украинцы, они Светану противостояли. Значит, теперь отвечаю на вопрос, как ПРП Ресерч-центр проводил, сформулировал вопрос. Опрос был проведен следующим образом. Поддерживаете ли вы идею о том, чтобы все евреи покинули страну? Эти опросы проводились в Украине, в России, в Армении, в Польше. Ну, там, ну, неважно. В итоге, самый низкий уровень антисемитизма в Украине, самый высокий уровень антисемитизма, 32% Армении. Армения. причем, когда я в эфире это сказал, мне друзья написали, Юра, в рот твоих исследователей, там 99% в Армении. В Армении. В Армении. Юра, что ты ответил на вопрос. Я хочу показать, показать, значит, есть такая вот программа, вот, Юра, нет, вот, вот, за это нас евреев и не любят, как говорит Юра тобой. на 30% уменьшилось количество подачи заявок студентов на вступление в кармане. Они потеряли миллиард долларов и тогда она ушла. смотри, виноват. Смотри, кто ушел? Это молодежь. Дайте я. Нет, там же это, скринзи-бану ушло. Да, кто понял, что ли? Давайте дадим кость. Да, для разнообразия, для разнообразия. Что вам так не нравится? Опять же, меня брали на военную службу по здоровью, поэтому задавать мне умные вопросы неприличные. И, во-первых, я не совсем понимаю эти все опросники, швапросники. Я даже не понимаю, как можно определить, что такое антисемитизм, а что такое антисемитизм. Например, мне говорили некоторые «ты еврей». Некоторые говорили «Да, ты еврей, вы все еврей». И это был мой друг. Это антисемитизм? Нет, он со мной так как разгад, наоборот, он мне доверял, что я пойму, что это сарказм, что это… Потому что мой близкий товарищ. И когда это мне кто-то говорит «Да ты еврей». Это другая. Вот как вы определите, где это был антисемит, сказал, а где это сказал твой товарищ? Я не знаю. У каждого, видимо, свой уровень определения антисемитизма или не антисемитизма. Поэтому эти вопросы для меня очень странны. Также, Алик Иосифович, я хочу вам сказать… Иосифович, я начну… На сегодня был Федорович. Федорович, Федорович. Как тебя повысили, а? Принесли имя еврейской Федорович. Фарик Альбертионович. Ну, я примерно, да. Ты просто не в курсе, Бел. Я вам рекомендую читать отзывы на моем канале, а не на канале Светана. Потому что если как раз вы почитаете отзывы на моем канале под вот этим роликом, который не про Светана, я никак не могу доказать, потому что это не про Светана. Светан просто это кукла, которая выставлена на это… С тюмиломыми пальцами. И опять же, мне, мне как военному человеку, до одного места было. Ну, заложенного мне, конечно, приятно из этого человека, но я не верю. Если он там Ахметова или Махметова или какого-то Ратарута или Рабиновича человек, от него надо избавляться так или иначе. Но если вы почитаете под моим вот этим роликом ответы, то огромное количество украинцев, потому что на украинском языке написано, как они поддерживают, как не считать, что это лицо Украины, мне военные украинцы пишут. Мы видели много роликов, где украинский… То есть, всегда на Украине лицо? Или ты лицо? Нет, что он не лицо. Он не лицо. Что он пишет, ну, прям, я пишу, не обращать на него внимания, многие украинцы говорят, да это стыд, да он подставит. Тысячи, реально тысячи подписчиков. Я присоединяю. Я… То же самое у меня на канале. И мы видим… Это же ваш канал, не его. Это же у меня аудитория украинца. Я вам могу сказать, что происходит реально… Позвольте, тоже скажу, не позвольте. Подожди! Не позвольте. Дайте закончить. Закончить, закончить. Давай так. Я все ждал, когда у них откидываются. где моя собака? Эти морские пехотинцы. Где моя собака? Да, поэтому мы многие видели ролики, где украинские солдаты стоят и говорят вот в самом начале, где они говорят, что мы едины, что мы одни, что мы созралины. Поэтому, как определяет, какой процент антисенитов там, или здесь, или тут. Я считаю, что если мы видим антисемит, то надо его мочить. Если мы видим, что это исправить, что это мочить. Я был помощник поляк в Абхазии. У него жиды были, плохие люди. Вот я был хороший человек, я не жид. А его кум был жид, потому что он у него взял деньги и не отдает. Жид по польскому и еврею. У них нет другого слова. Да, у них нет другого слова, но для него, когда я ему объяснял, что нет, я жид, он говорит, да нет, он будет нормальный человек. А его тоже в армию по здоровью брали? Да его точно брали. По здоровью брали. Консункция алкоголя. Многие люди говорят, вот в России всегда была такая, что Путин не антисемит. Вот что, что, говори, что хочешь, а Путин не антисемит. А я всегда говорил, лучше бы он был антисемитом. Что значит, он не антисемит? А он антисемит. А кто конечно антисемит? А какой Путин не антисемит? Это нереально. И он... Туда вместо по здоровью брали по антисемит. По уровню антисемит. Он, я говорю, он не антисемит, но оружие. И деньги он дает... Антисемит. Да, он дает террористам, которые стреляют, убивают. Израильтян. Лучше бы он был антисемитом в таком случае. Вот люди измеряют по-разному. Насчет этих студентов у нас в университетах. Да, это огромная проблема. Если мы посмотрим, то больше 50% грантов в наших университетах китайские. Китайцы дают гранты. И китайцам всегда выгодно, чтобы было в стране, как и Путину, чтобы в Америке была смута. Кто устраивает лучше всего, смуту, это студенты. Напомню, что Великая Октябрьская революция или большевистский переворот, кому как нравится, были устроены не матросами и крестьянами. Это было устроено как раз вот этими студентами, профессорами, журналюгами, юридами. Ленин, Троцкий, это были все образованные люди. И интеллигенция. Ленин был юристом и публицистом. Троцкий был тоже публицистом. Это ничего не изменилось. В 60-е годы в Америке вот это смуты с хиппи, с марихуаной, с вот этим, это то, что на ваш концерт напали, это живут, так в Америке, это они скопировали, что не надо охраны, никакой полиции здесь, этих свиньих, мы не хотим здесь, чтобы они там, мы сами, мы за мир, мы за цветочки. Поэтому студенты всегда используются, чтобы создать смуты, чтобы создать протесты, чтобы бегать везде, в этот раз, благодаря этому, это получилось намного сильнее, получилось намного, то, что это подготовлено, точно так же, как и были подготовлены наши безобразия в 19-20 году с Black Lives Matter и с Антифой, то есть там уже все было подготовлено, тут тоже было все, вдруг откуда ни возьмись у всех тех людей палестинские флаги, вдруг откуда ни возьмись в Индии, Индии, в Индии были итальянские флаги, они перепутали, они даже не знали, они ходили и кричали, то есть индусы, те, которые уничтожали так мусульман, чтобы нужно было создать еще две страны, Пакистан и Бангладаш, чтобы спасти мусульман от них, тут вдруг они, у них огромная любовь к мусульманам и ненависть к евреям, так что это, конечно же, было все подготовлено и все подогрето, опять же, мы узнаем, что 40 миллионов на пропалестинские организации, он был татарин, что ли, так что частенько мы сами в этом участвуем, частенько мы сами, у нас в Капитолии, то, что противозаконно, протесты проводить внутри Капитолия, были протесты кем? Евреям, еврейской организацией, так что это частенько сам антисемитист. Прошу прощения, это не частенько. Все исторически известные крупные антисемитские события, начиная с кровавых наветов, начиная с кровавых наветов, ну, больше всего мы знаем там, Речь Посполитая и Россия, в них так или иначе идеологи выступали евреи выкресты. Во всех, просто известных фамилиях, вот там же зарегистрировали исторические события. Талантливые дороги, что вы считаете? Нет, ну, послушайте, мы, у Велера есть очень хорошее объяснение, как это случается. Да, он среди нас, слушайте, один Иисус Христос, чего стоил? А что это за претеретика Христоса? Нет, не приду, я ничего стоил. Юра, Иисус Христос был русский, просто когда он увидел все происходящее, он уехал в Израиль на ПМГ. Поэтому, это очень сложно объяснить, кто антисемит, кто не антисемит. В конце концов, все упирается в одно и то же. Все упирается в деньги. Вот пример, что произошло в три самых известных университета, самых лучших университетов в мире. MIT, Гарвард и University of Pennsylvania. MIT уделил меня больше всего. Это потому, что вы похожи, что вы инженеры. Это не гуманитарное заведение? Нет, это не гуманитарное заведение, но люди, которые сидят на бардах, люди, которые сидят и продвигают эти университеты, они гуманитарные, они не инженеры, у них нет, они не умеют ничего делать, кроме этого. И когда шел этот опрос, вы все видели, они увиливали, они уходили от ответов. Если бы это были чернокожие, или ЛГБТ, или еще что-то, это был бы большой скандал. Опять же, евреев упивать некрасиво, но еще хуже, если евреи начинают защищаться. Тут вообще никто терпеть не может. Почему не могут терпеть Израиль? Потому что тут евреи взяли вообще власть в свои руки. Это никто терпеть не будет. Такая страна евреям досталась. Да, евреям досталась. И первые, кто потеряли 100 миллионов долларов, это был университет в Пенсилвении, и она подала в отставку. Моментально. А остальные, они Гарвард и МАТ, они защищали этих, хотя и Конгресс просил их выйти в отставку, и профессора подписывали. Пока не почитали бабки. А почитали бабки, и один и другой университет теряли по миллиарду долларов. Все, бунт-бай. Ну, все равно не остались. Ну, они, я не думаю, миллиарды теряют. Миллиарды теряют. А это правда, что выпускников теперь не хотят брать? Или это тоже было? Да, да. Выпускников не хотят брать на биржи, на хаку, в компании? Ну, это некоторые компании, которые возглагаются. Не все евреи. Некоторые там есть христиане. Кстати, в Америке, когда я занимался фандрейзером для FIDF, а сейчас я занимаюсь это для FIDV и Shield of Jerusalem. Я занимаюсь фандрейзером для FIDF в Jerusalem. А, нет, нет, я сам. А, то больше всего денег давали вангелисты, не евреи. Поэтому они послали письма, говорят, если ты закончил Гарвард, MIT, в пенсионерии, еще там есть университет, не подавай на работу ко мне. А это самые, это одни из самых крутых компаний, особенно финансовые компании. И это же и Ламнайт, почему они потеряли эти деньги? Люди перестали давать. Я понимаю, что это не совсем может быть партнерский вопрос, но тем не менее. Я понимаю, что это не военная, а не политика. Я тоже очень люблю отвечать. Такую фразу. Но тем не менее, с твоей точки зрения, из всех возможных сценариев, которые Израиль может предпринять для решения так называемой палестинской проблемы, какой сценарий тебе кажется наиболее логичным и жизнеспособным с точки зрения осуществления? Мы с Давидом провели много вечеров, это обсуждаю. Я склоняюсь к его идее, но в сегодняшнем мире это, конечно, невозможно. Но если бы это было возможно, это было бы хорошо высветить, к черту мать. Нет, из-за того, что возможно, давайте как бы не будем... Ничего невозможно. Кто знает, что возможности невозможно, пока ты не попробуешь. Отговорил мой сержант, когда я был курсантом, и когда ты встаешь в 5 часов утра, ты не думаешь, что столько ты проделаешь за этот день, столько пробежишь, чтобы все сделать, что это вообще возможно. А это оказалось возможно. Видите, они тебе рассказывают, что это возможно. Должен делать то, что невозможно, а потом ты видишь, что это возможно. По-русски даже есть, что-то глаза боятся, а они делают какое-то такое. Порошенко. Я не знаю. Я более гуманный, чем дувы. Я просто... Я-то осилен думал, что я... Ну, ты вообще-то... Два интеллигентный человек, ты же, ну, это... Гитарик. И... Все-таки творческая личность. Я просто бы отделился конкретностью. Никакой работы, никакой воды, никакой электричества, не знаю, но у вас и все же. Салям алейкум. Я ставить их в Гази? Вы ставить их в Гази. Я так считаю, они же были в Гази. Они же были в Гази. Это было. Я считаю... Опять же, это мое личное мнение. Я считаю, что Израиль... Было бы умно для Израиля сделать так, чтобы палестинский вопрос был не израильской проблемой, а арабской проблемой. Все, это ваши проблемы. Теперь мы с ними ничего не имеем. В общем, и поделиться. Давид предлагает еще лучшие идеи, почему бы все... Так у них же на повестке уничтожение играли, остается. Пусть остается. Что-то вышло, да. Если мог. А какие еще есть варианты? Есть варианты. Всех не умеет. Кстати, нашли востоковеды, наши на городах Камоте Кейдар, мы когда-нибудь слушали его, и были зайдем. У каждого есть. У него замечательное понимание, проблема уже 20 лет об этом говорит и пишет, и есть замечательные лекции. О том, что нужно понять... Его, кстати, тезу продвигал на практике Ириэль Шарон, потому что Шарон хотел сделать... Ну, Шарон в конце жизни нам газу подсунул, выведя оттуда, да, вка израильтян, а не арабское население. Но не в этом дело. У израильских востоковед, людей, науки, которые изучают восток и понимают глубоко проблемы, возникающие, возникшие последние 30 лет, у них есть решение проблемы. Но это решение проблемы никто никогда не поддерживает. Но они какое решение не поддерживают? Они... Да, они предлагают... это не решение, которое поддерживает. То есть, взрыв права. Вот тут я, между прочим, хочу согласиться с Гангсом. Он правильно сказал. Мы не должны говорить, что мы не будем делать и с чем мы не согласны. Мы должны прийти и сказать, мы хотим вот так. и мы будем это делать. Гангстер, Петр Бардакаси был в чрезвычайном. Не в этом дело. Я с ним не согласна, не в чем, но с этой фразой я очень согласна. Мы должны сами для себя решить, что мы хотим делать. Конфликта за этот вечер мы не решим. Вы можете обвинить меня в пессимизме, граничащем с... Антисимизм? Нет. Мы сами. Как называли советские люди, которые не помогают? Нет. Нет. Звездёж. Вредительство. Вредительство. Поэтому я предлагаю закончить на оптимистичной ноте, поскольку на дворе война самая настоящая. Видимо, это совсем еще не финал. И давайте не будем тратить энергию. Давайте на хорошем ноте я закончу. Я забыл, что я знал о рейдер. Мы, оказывается, знали очень добрый день. Медицинские диагнозы. Память — это второе, что мужчины теряют. Я не помню, что первое. Можно я раскрою тему? Нет, я обязан. Просто люди не поймут, о чем ты говоришь. Нет, антисонисты. Будет коротко. Прекрасная женщина Дафна, которая здесь наседает. Директор сети благотворительных революционных центров «Киндервелд», которые мы создали с начала войны в Украине. Мы помогаем тысячам детей пережить посттравматический синдром. Дафна — израильский психолог. Разработала методику совместно с одним профессором хибуки терапии. И мы с Дафна организовали целую национального масштаба конференцию во Львове. Почти 500 человек было. Конференция была посвящена реабилитации. Мы пытались... Это то, что запомнил Гарри. Вот. И я позвонил Гарри. Ну, человек, который знает, он 15 лет. Говорю, Гарри, привет, как дела? Он говорит, отлично, как дела? Я говорю, вот конференция. Приезжаю, говорю, все, приеду, выступлю. Потом, спустя месяц, и после его выступления ему жена говорит... Нет, я от жене сказал, я говорю, хороший парень такой. Познакомый, представляешь, сколько он? Какой крыльник? Говорит, это же Дэвид. А мы общались 15 лет. 15 лет общались. И, ну, с перерывами. И тут у меня возник вопрос. Звонит какой-то незнакомый тебе чувак. Говорит, Юра, привет. Приезжай ко мне во Львов, у меня конференция. И он реально, только там, переболев короной, все бросает. Приезжает из Киева во Львов на один день, чтобы выступить на конференции. У меня реальный вопрос возник. То есть, реально вот так тебе звонят, и ты едешь? У меня же была температура. Я не знаю, что хуже, там, память, епотея или вот такие... Нет, я посмотрел, я не видел. Я раскрыл темы, я закрыл. Я посмотрел, я смотрю хорошие, интересные темы. Хорошие дела, и она очень важна. Я не знал, что мы 500 девушек. Здравствуйте, я тебе писал, да? Да. И когда я приезжал, я что-то увидел. Но я потом, ну, известную личность увидел. Потом моя жена говорит, что, сумасшедший, мы же это знаем. А я говорю, а, это он или этот человек. Я очень хороший разведчик. Я чувствую. Ну-ка, память. Ну-ка, память. Ну-ка, память. На каждый день заново все показывать и рассказывать. Да, да, да. Ну, что я хочу сказать. Я вообще не люблю людей, которые там... Точек. Умнее меня, да. Умнее меня. Умнее меня. Возможности. И особенно, когда они говорят, я делаю то, я делаю это, я делаю это. Все он делает, без него он побывал, все он знает, послать его некому. Потому что я считаю, что люди должны концентрироваться на чем-то. У них есть талант. Вот ты... Здорово. Делай это и все. Ну, тогда я увидел, что Давид, правда, создал огромное гуманитарное дело, которое работает там, правда, 500 человек. И это... Ну, это правда. Это... Молодец. А в Сохо ты бутик видел? Молодец. Да. Потом дальше он говорит, ну, а и на чем ты занимаешься? Я говорю, когда ты не занимаешься, я говорю, там, там, у меня жутейка там. Жутейка. Жутейка мало, потому что жутейка занимается. Ну, там, на вот, там, рынок в этом, в Тель-Авиве. Там тот же жутейк он продает. Да, там, да. Я говорю, может, он на рынке жутейк продает. Потом я приехал в Сохо, я посмотрел, там, спрашиваю, везде написано, Давид Ольгин, Давид Ольгин. Я говорю, а кто это все делает? И те девчонки говорят, он все делает, он все придумывает. Я говорю, он не ворует он, ни у кого, ничего. Нет, все. Я говорю, хорошо, ну, два у него таланта. Ну, два у него таланта. Он себе сколотил свою армию. А это еще снимают при этом, да? И я скажу, что сколотил довольно-таки профессионально. Я, здесь я немножко в теме. Если я не могу им дать никакого совета, не по гуманитарному, это, с детьми работать, потому что я вообще не знаю, зачем дети нужны, пока они не вырастут и пойдут в армию. Я не могу им дать никакого совета, как делать эти, ну, как это сказать, «This is a art», как вы скажете. Искусство. Арт-объект. Ну, искусство. Каждая вещь, это работа… Произведение искусства. Произведение искусства, да, вы брали. Но я могу сказать, что собрать в такой короткий период времени 40 человек, 50 человек, которые серьезно, серьезно подходят к этому делу. И вчера мы присутствовали на стрельбищах, где ребята очень серьезно подходят к этому, где есть высочайшие профессионалы, это лучше, чем я, парочку там было. Это тоже надо иметь талант, это надо иметь вот что-то здесь, что нужно сделать. Поэтому вот эта мультигранность, это, конечно же… Результат тяжелой болезни. Да, это только человек с очень… И это была не шутка. …человек с очень коротким спэмом, который может сразу поменяться, конториться на что-то другом, на что-то другом этапом. И поэтому я тебе хочу дать свой сертификат и свою дать. У нас появился в штабе сертификат, спасибо большое. Да, и я очень рад, что я снова познакомился. Потому что я тебя уже полный, через неделю-две, и я считаю, что ты настоящий сын еврейского народа. Ты настоящий сын еврейского народа, который делает очень много, и делает это хорошо, делает это правильно. И я хочу призвать вас всех помочь Давиду, помочь нам всем в такой тяжелый момент это сделать. Если мы можем достать этим ребятам какие-то финансы или что-то организовать, это было бы очень здорово. Я вам скажу, с моей точки зрения, вчера они из своего кармана только на одну стрельбу потратили на тысячу долларов. Две с половиной тысячи. Две с половиной тысячи. Девять тысячи. Только на... Нет, все вместе, вся тренировка. Вся тренировка это стоило. Но это стоило. И ребята с утра до вечера тренировались так, как тренируются, примерно, как там тренируются настоящие войска. Настоящие ребята, которые... Почему? Обычная... Ну, вы уже все старенькие. Да. Да. Но это опять же, я говорю, что они делают это все из своего кармана. Чтобы защитить всех нас. Это не последняя война, которая будет здесь, я вам обещаю. И это не последняя... Это таки победа, вам без честного слова. И вчера мы были на... Шире. Шире. Очень красивого молодого парня, который погиб. Это не последняя. Семья Яновских парня. Поэтому, чем больше они тренируются, чем больше они подготавливаются, тем меньше мы будем проливать крови своей, и тем лучше. Поэтому мы все должны участвовать в этом. Я хочу вам просто сказать, что у меня дни такие. Мы живем на севере. У отца из Уры. У нас 32 поселка. В каждом поселке есть вега Мельхама. И наши все дети, и наши все мужчины. Все дежурят. Все проходят стрельбы. Все из своего кармана. На следующий год из нашего общего котла, который мы платим Арнону, мы платим налоги. Из этих налогов уже мы сели и решили, сколько денег мы выделяем на следующий год. До закупки оружия, до тренировок. И вот недавно у нас фильм сняли. Сказали всех наших детей, которые сейчас все в армии. Те, кто не в армии, все выходят Мельхама. Китат Куменонт. Да, Китат Куменонт. И все мы дежурим. Все мы дежурим. Для самообороны. Да. Мы все дежурим на ворот от женщины. Все в каждом поселке. И все организовано на уровне и его отца, и на уровне каждого поселка. Все это, в общем-то, из наших налогов, из наших денег. Мы в первые же дни все собирали деньги на армию. Мы в один день стали большой Украиной. Мы говорили, что Украина была большим Израилем, мы стали большой Украиной. На самом деле в государстве Израиль существуют отряды самообороны с момента создания государства в поселениях. Но потом их все растормировали. С городов. Где-то, где-то нет. Забрали оружие, все у нас забрали. Ситуация, в которой в городах стали создавать отряды самообороны. Ситуация, которая оказалась невозможной. И она берет свою историю от 7-го октября. К сожалению. Спасибо большое. Амас Раэль Кай. Поскольку Гарри остался единственным блогером, который в Ютубе... Все, всех убили? Нет. Бабы, которого смотрели и моя жена тоже. Остальные просто многие другие. Мудрая женщина. Я братья, у которого мы с вами есть. И я братья. Я братья. Попробую с вами фотографируешься. Конечно. Я просто счастливу. Я просто так пишу. Спасибо. Спасибо.